Трудоемкий и очень затратный процесс содержания городского хозяйства. Заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова отчитывается. Продолжается строительство велодорожки, ремонт военкомата, благоустройство улиц. Работа по демонтажу и последующие установки дорожных бордюров проведены на улице Ивана Голубца. Эта задача была поставлена по итогам встречи с представителями ТОС. На сегодняшний день демонтировано старый бордюр в 175 погонных метров. Идет сейчас подготовка основания, отсыпка щепня под установку новых дорожных бордюров. Список задач для коммунальщиков пополняется не только по результатам встреч с ТОСами. Массу острых вопросов поднимают анапчане, в том числе в социальных сетях. Одно такое обращение мэр зачитал на планерке. Уважаемый мэр нашего любимого города, мы живем в курортном поселке Витязева, Василий Александрович. Летом на нашей улице прокладывали магистральный трубопровод. Было такое? Какая улица? Правильно, Красноармейская. Закопали и на этом все работы закончились. Как людям здесь жить? Дальше никто не интересует. Из дома, чтобы выйти до асфальта, приходится обувь на ноги, полиэтиленовые пакеты одевать. У меня вопрос тогда простой. Проложили трубопровод. Ну кто должен вести эти работы? Или кто хотя бы должен проконтролировать эти работы, чтобы там засыпали эту улицу Красноармейскую? Вот этот вопрос по улице Красноармейской, это уже крик людей. Это крик людей, понимаете? Такой же крик, а вчера жалобы были о Пашевченко. Четыре года не могли решить, вчера кое-как сдвинулись с места. Кураторам санаторно-курортной отрасли тоже есть вопросы. Глава Анапы хочет видеть въездные стеллы обновленными, а проезды к морю, по мнению Юрия Федоровича, должны украшать арки. Начертить эскизы предстоит архитекторам, а начальнику управления по санаторно-курортному комплексу собрать субботник на Симферопольском шоссе. Район Россиянки, туда вот это, море лето или как там, что там творится вообще вот на этом участке? Там хоть был кто-нибудь? Вы же поедете, посмотрите, палки валяются, ветки валяются. А трава по пояса стоит засохшая. Еще раз заостряю внимание, Симферопольское шоссе, въездная группа в город. Это вид города, и вы как не слышите, сказал, наведите там порядок, я уже вам говорил один раз. Есть решение для проблемы Бугасской косы, буквально прогремевшее этим летом. Глава Анапы достиг принципиальной договоренности с краевыми властями о выделении участка перед косой под парковку для автомобилей отдыхающих. Реализовать это решение – задача подчиненных. По Бугасской косе я задал вопрос, значит, мне сегодня подготовьте письма с приложением схем, где может располагаться автопарковка, и что мы просим. Порядок нужен на верхней набережной, где в последнее время разгулялись уличные хулиганы. Полицию попросили усилить патрули в районе парк-отеля. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион.